Пластмасса, металл, бумага. Всё это находят энтузиасты проекта «Моё море-2015». Несколько десятков человек путешествуют вдоль Балтийского побережья, чтобы выяснить, насколько загрязнён морской берег. Наша съёмочная группа встретилась с участниками экспедиции. 23-й день экспедиции. Большая часть пути уже позади. У участников похода небольшой пикник на обочине моря. А потом они снова принимаются за работу. Здесь, на пляже Вакар, более мусорные контейнеры расставлены буквально в 10 метрах друг от друга. Но такова ситуация только на официальных пляжах страны. Поэтому энтузиасты обследуют всё прибрежье Балтийского моря. От Ниды до Айнежи. До конца преодолеть этот путь планирует пенсионер Гуннерс. То пешком, то бегом. Мы измеряем расстояние в 100 метров. И изучаем берег вдоль и поперёк на этой площади. Ищем разный мусор. Любую бумажку, любой окурок. Для этого у нас всегда с собой мешки и перчатки. Находить приходятся самые разные вещи. Пластиковые упаковки, бумагу, проволоку, ушные палочки и капсулу для кофейных автоматов. Всего 40 таких точек, где проводится мониторинг. Потом собранный мусор анализируют. По специальным категориям, чтобы понять причину загрязнения. Уже сейчас специалисты говорят, больше половины всего мусора – пластмасса. Разлагаясь, она попадает в пищу рыб и птиц. А потом и к человеку. В прошлом году побережье Балтийского моря стало центральным объектом Большой Толоки. Но результатов сегодня уже практически незаметно. Данные в этом году никак не отличаются от прошлого года. Даже несмотря на то, что мы в этом году проведем кампанию в июне, когда сезон туризма еще не начался. Специалисты говорят, чтобы изменить ситуацию, надо изменить свое отношение. И меньше выбрасывать то, что можно переработать. Данный проект в этом году проходит в рамках председательства Латвии в Совете ЕС. Но, как говорят сами участники, никого из представителей президентства они не видели. Своё путешествие они завершат 28 июня в Айнеже. Тогда же и обобщат результаты мониторинга берега Балтийского моря.